Например, с этим дефицит. Или на другого человека, которому вы благоволите душой. То есть перенос качеств, свойств, функций, он происходит, если вы произносите какую-то определённую словесную формулу, повторяя это несколько раз, причём визуализируя, то есть понимая, что есть вы, есть объект, с которым вы работаете. И вот это перенесение, оно будет обязательно. То есть через некоторое время наступит пробой энергоинформационный, через который произойдёт именно перенесение свойств. Действительно, человек отметит это, скажет, что я действительно стал сильнее, красивее, мудрее, умнее, красивее ещё и так далее. То есть вот эти моменты, они всегда были. Мы просто не понимаем, что такое слово, насколько оно мощное, сильное, насколько оно пробивное. И, конечно же, всё должно быть по делу. Есть ещё одна техника, которой нужно пользоваться. Я считаю, что не можно, а нужно. Вот у нас сейчас во всех христианских церквях стоят складни и триптихи. Складень – это две дощечки, которые скреплены вот так. Ну, то есть они как книжечка вот так, но только внутри иконы изображены вот здесь. А триптих – это когда три вот такие дощечки друг к другу прикреплены, но даже складня хватает. Вот на самом деле это… Но сейчас у них как некая карга культ. То есть они вот сохранили это, и за это им спасибо. И на этом всё. На самом деле это работает не так. То есть там не иконы должны быть, потому что у нас на Руси всегда была икона борчества, идолоборчества. Мы никогда не родили за то, что есть сейчас. У нас совершенно другая техника была. Так вот у складня, на самом деле, поверхность внутренняя, вот эта внутренняя поверхность, она должна быть зеркальная. То есть здесь должны быть зеркала. И когда вы в зеркала говорите какую-то фразу, возникает солитон, то есть круговая волна. А всё, что круговое, круглое, оно живёт вечно. Вспоминайте старые церкви. Они всегда были круглые. Вот все современные церкви, они чуть всего квадратные, прямоугольные, не пойми какие. Как только ты видишь круглое здание, это значит, что христиане экспроприировали это здание, и в нём поселились, посмотрите, например, в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор. Пожалуйста. То есть там прямо чётко понятна геометрия. И получается, что всё круглое, оно работает вечно. То есть этот солитон, то есть круговая волна, она будет всегда работать и всегда производить то, что вам нужно. То есть наше слово — это не оружие, которое мы сейчас себя же убиваем, и все, кто в нашем поле энергоинформационном. Это благодать, это дар по праву рождения, который мы должны использовать правильно. Так вот, вы берёте складень, у которого зеркальная поверхность вот здесь, ставите под 90 градусов. Напоминаю, что 90 градусов — это честь и возможность материализовать что-то. Но я в предыдущих своих видео уже об этом говорила, про 90 градусов, про всё, про всё это я уже упоминала. Повторяться не буду, иначе придётся повторить предыдущие эфиры. И вот вы смотрите в этот складень, даже не обязательно, чтобы в него смотреться, как в зеркало. Он должен быть на уровне ваших губ. И вы произносите какую-то фразу, которая несёт обязательно положительный смысл. Просто обязательно. Даже если это будет одно слово с положительно заряженным каким-то энергоинформационным смыслом. И вот вы произносите, можно и тавтологией так заниматься, можно просто, например, минутку-две в течение определённого свободного своего времени вот это всё произносить. И этот солитон, он, естественно, идёт в реализацию. То есть если вы говорите «счастье», значит, счастье у вас и случится. Если вы говорите, например, «здравие», то есть «здравие» и проявится. Говорите «величие», то «величие» и проявится. То есть наш язык создан не для того, чтобы им пользоваться, как «падай, принеси», «приедь» или «менеджер», или «боже мой», чем только за день не занимаются, так продают, что угодно. То есть мы сейчас язык используем в угоду системе, а не в угоду мирозданию для того, чтобы его правильно формировать. Ведь если большинство людей перейдут на производство правильных потенциалов, в нашей жизни очень много чего изменится. Если мы останемся на том уровне, на котором мы есть, нам уже никто не поможет. Почему-то мы думаем, что нам обязаны помогать. А я считаю, что встал сам, пятую точку свою поднял, знание, если получил, используешь, и пойдёт тебе благо. Я не буду вот это, знаете, левеет надеждой. Я считаю, что спасение утопающего — это в первую очередь его прерогатива. То есть он должен сам себя спасти. И вот если мы начнём правильно использовать наш язык, у нас всё случится правильно и хорошо. Ну это то, что я хотела сказать сегодня.